Всем доброе утро! У меня утро начинается вот с такого вида. Это уже поднимает такое настроение. Всё-таки хорошо у нас расположен так дом, что окна и спальни выходят на восход солнца. Всем привет! Я немного розовая, на солнышке побыла. Очень приятно, что некоторые уже по мне соскучились. Ну я так, немного собирала кусочками опять. Выйдет влог с нашей прошедшей недели. Так, немного терминов. Просто много всего, что собирается и дома, и всего с детьми учёбы. Я, конечно, весну люблю, но вот этих вот не очень-то. Я думаю, может быть, их начать уже под лак себе ламинировать. У меня Дэвид фрукты почти не ест, только если сделаешь молочный шейк. Ты чё такой помятый, малыш? Чё такая моська-то помятая? Ходили на обычную контроль к зубному врачу. Затем побаловали себя мороженкой. Я решила, что не буду показывать весь наш гардероб заранее, а покажу то, что я оборачиваю назад. Вот эти вот два топика я заказывала девчонкам, но они мне наяву вообще не нравятся. Девочки тоже сравнили с другими вещами, говорят, не, не надо нам. Ну, вот, конечно, оно не поглаженное, но всё равно как тряпка. Я бы такое в магазине бы не взяла. А ещё я заказывала себе такой джамп-свит шорты. Хотела одинаковый с девочками, но у меня такой он жёлтый, у девочек белый красивый. Но проблема не в том, просто не советую такую покупать. Он такой жёсткий вообще. Пошито вот, видите как. Ну, это может модно, я не знаю, мне такой не нравится. Но мне вообще чего не понравилось, это вот эти вот сгибы. Джинс такой грубый. И вот подмышками и между ногами оно просто ужасно мешает. Так что он тоже отправляется назад. Делала рецептик брауни чизкейк с канала Юлия Скафи. Нам очень понравилось. А ещё чему я ужасно обрадовалась на этой неделе, это у нас открылись лавки, где теперь продают клубнику, которая по-настоящему сладкая и пахнет. Это уже с поля. На выходных, хоть мы и придерживаемся к разным мерам, но сидеть мы дома не можем и наслаждаемся временем. Время с семьей. Хоть и челлендж уже закончилась, но дальше продолжаем заниматься спортом. Ещё хотела поговорить на одну тему, потому что, я думаю, многие, глядя на меня, думают, вот зачем я ищу спорт, она и так худая. Хотела добавить, что спорт — это не только вид для похудения. Все равно, хоть какую фигуру не имей, с возрастом приходят свои болячки, и всё-таки здоровый образ жизни надо вести, чтобы легче было. Тем более, когда, допустим, сидячая работа тоже свои болячки вылазят. Или когда отклонение есть, что проблема с венами. Тоже это, конечно, не уберёшь, не избежишь, но именно вот важно, чтобы поддерживала мускулатура это всё. Поэтому я занимаюсь спортом. А ещё такая мне неудобная тема, потому что я никогда не прошу, чтобы на меня подписывались или такое. Потому что я всё-таки всегда считала, что кто захочет, тот подпишется. Но просто это, опять же, очень сложно, чтобы вообще это видео YouTube показал. Поэтому, как бы, я думаю, новые люди даже и не натыкаются на мой канал. И просьба, опять же, к вам. Вы меня, конечно, очень поддержите, если поделитесь с кем-нибудь моим каналом. И кто ещё не подписан, подпишитесь. Это просто мотивация. Вот не хочу каждый раз об этом говорить, но это на самом деле так и есть. Потому что времени очень много вкладывается в каждый ролик. Кто этим занимается, вы это прекрасно знаете. И когда видишь, что ты стоишь на месте, тогда мотивация пропадает. Я находила бы время точно и сделать два-три ролика в неделю. Но когда видишь, когда у тебя один шаг вперёд, а три назад, тогда нету мотивации. На этом я желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Наслаждайтесь солнечной погодой. Слушайте, как щебечат птички. Открывайте глаза. Идите с открытыми глазами через этот прекрасный, красивый мир. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok